Девушки отдыхают Девушки отдыхают До сих пор мы работали с вами в наборе ортов Декартовой системы координат В наборе EX, EY, EZ Для очень многих задач оптики, квантовой механики, ну в общем-то и физики удобен другой набор так называемых циркулярных ортов Это набор E+, E- и E0 Его иногда обозначают EX, где EX пробегает значение минус 1, 0, 1 Эти орты определяются следующим образом E0 по определению это EZ А E плюс или минус по определению это EX плюс-минус EY на корень из 2 Нетрудно убедиться в том, что тройка ортов E0, E плюс и E минус взаимно ортогональны Их скалярное произведение Любого, любой чужой орт равно нулю Ну то, что EZ, E0 скалярно на E плюс-минус даст 0 Понятно, потому что если мы E0 перемножим на EX будет 0 И EZ на EY будет 0 А вот как насчет скалярного произведения E плюс на E минус Ну на первый взгляд кажется, что все плохо Это надо вроде бы скалярно перемножить EX плюс I EY на корень из 2 Скалярно на EX минус I EY на корень из 2 Ну и вроде бы получается, что у нас будет 1 вторая EX на EX даст единицу EX на EY и EY на EX дадут 0 Все хорошо А EY на EY даст единицу Но И в квадрате даст минус единицу И еще один минус будет плюс 1 И ужасно Это единица Только, господа, когда мы переходим к комплексным векторам Давайте договоримся Скалярное произведение Определяется так, что первый сомножитель надо комплексно сопрягать А если вы сопряжете этот сомножитель То здесь появится не плюс, а минус И скалярное произведение обратится в 0 Ну и точно так же скалярное произведение орта самого на себя В данном случае его надо будет умножать на его комплексное сопряжение А окажется, что это единица Поэтому такие орты образуют нормальный ортонормированный набор Такой набор называется циркулярные или круговые орты Давайте попробуем понять, что означает, если у нас поле Устроено так Это какое-то значение е с ноликом Пусть вещественное На е плюс минус На е в степени и Кз минус омега т Вот пусть у нас есть такое поле Для того, чтобы понять, что это значит Возьмем действительную часть от этого Действительная часть от такого поля Это будет е с ноликом Мы выбрали фазу так, что это вещественная амплитуда Это будет е с ноликом На действительную часть Ех плюс минус и е у Делить на корень из двух А здесь будет Но опять-таки я для краткости напишу, что это фи Тут будет косинус фи Плюс и синус фи Это будет е с ноликом делить на корень из двух Смотрите, будет ех на косинус фи И будет Если плюс То и на и даст минус И поэтому тогда будет минус е у синус фи А если нижний знак, то плюс Поэтому будет минус плюс е у синус фи Ну тогда, если мы выберем Скажем, начало координат То напряженность поля Ну действительно его часть В точке, как функция времени В начале координат Р равно нулю У нас будет такая штука Е с ноликом на корень из двух Е x Значит, тут будет z равно нулю Тогда будет косинус омега t Косинус омега t А здесь будет Под аргумент будет Кz равно нулю Будет минус омега t Поэтому синус будет Минус синус омега t Если минус здесь вынесется Поэтому будет Плюс-минус Снова правильное очередование знаков Е с ноликом На корень из двух Е и у синус омега t Ну понятно, что если мы нарисуем В начале координат Z равное нулю Ось икс икс У нас поле Икс компонента поля С амплитудой е с ноликом на корень из двух Меняется как косинус А y компонента с амплитудой такой же Е с ноликом на корень из двух Меняется как синус Если две проекции Одна меняется как косинус Другая как синус Что делает суммарный вектор Крутится по кругу Поэтому в этом случае В начале координат Вектор е Будет крутиться Либо в эту сторону Либо в эту С угловой скоростью омега И длина вектора Е с ноликом на корень из двух А его проекция Это у меня ех Е с ноликом на корень из двух Ех На косинус омега Т А это проекция Е с ноликом на корень из двух Ей На синус омега Т В зависимости от знака Они крутятся либо в эту сторону Либо в эту сторону У такой волны в каждой точке Вектор е уже не колеблется вверх-вниз А крутится по кругу Такие волны называются Волнами с круговой поляризацией Теперь господа Я должен по большому вам секрету Сказать об одной Совершенно страшной вещи Одну из этих волн Называют правополяризованная волна А другую левополяризованная При этом половина физиков считает Что правильно Поляризацию сортом Е плюс Называть правой А с Е минус левой А вторая половина считает наоборот И этот спор идет уже десятками лет Спор не на жизнь, а на смерть Я, к сожалению, отношу себя К бесконечно малому вкладу С нулевым вкладом Под множеством Не относящимся ни к тем, ни к другим На вопрос А как какую Когда меня спрашивают А как по-вашему Какую из поляризаций Правильно называть правой Какую левой Я говорю, мне наплевать Я говорю, свет положительный Отрицательный Круговой поляризации Меня все понимают И те и другие Положительный Это Е плюс Отрицательный Это если Е минус А как правильно Это не физика, господа Но Тех, кто верит Что это важно Вы ни в чем не убедите И поэтому Если вы попадаетесь Отвечать На вопрос Поляризация Не мне С вероятностью 50% Вас выносят Потому что Если вы не угадаете Вам это Он скажет Как? Он даже не знает Правая Это и левая Поляризация И припел Све на экзамен По оптике Да вы чего? Два Без правой Пересдачи Есть только один шанс Если вы попадаетесь К преподавателю Профессиональному оптику Вы можете сказать К сожалению Среди физиков Нет Точного Мнения Какая Какое излучение Надо называть Какой поляризацией И в книгах Пишут по-разному И поэтому Вы должны сказать Преподавателю Меня интересует Ваше Личное Мнение Поскольку Только вы В моих глазах Являетесь Авторитетом В этом Важнейшем Вопросе Если преподаватель Дурак Он на это Купится К сожалению Не все преподаватели Дураки Поэтому Это очень опасный Как вы понимаете Свет Положительный И отрицательный Циркулярных Поляризаций Может быть Представлен Как суперпозиция Двух линейно Поляризованных Волн Х и У Сдвинутых По фазе На 90 градусов Но возможно И обратное Из этих равенств Можно написать Что Ех Равно Е плюс Плюс Е минус На корень из двух Поэтому Свет Линейной Поляризации Можно считать Как суммы Двух излучений Сонаправленных С Противоположными Круговыми Поляризациями И так же Для Е И Орты Круговых Поляризаций Ничем Не хуже И ничем Не лучше Чем Орты Линейных Поляризаций В некотором Смысле Орты Круговых Поляризаций Немножко Лучше Очень Забегая Далеко Вперед Окажется Что Если мы Говорим Что свет Это частица А любая Частица Должна Уважающая Себя Иметь Энергию Массу Импульс И момент Импульса Так вот Оказывается У частиц Света С круговой Поляризацией Проекция Момента Импульса На направление Движения Имеет Определенное Значение Значение Она Равна Для Света Е Плюс Минус Постоянный Планк А для Света Е Минус Плюс Постоянный Планк А для Света С линейной Поляризацией Которая Есть Суперпозиция Двух Круговых Проекция Момента Импульса На направление Движения Кстати Проекция Момента Импульса Частицы Вообще Момент Импульса Частицы В микрофизике Называется Спин Поэтому В данном Случии Речь идет О проекции Спина На направление Движения Патона Так вот Она может быть Либо плюс Постоянная Планка Либо минус Постоянная Планка Вообще Говоря Должна Быть еще И третья Проекция У частиц Со спином Единицы Должно Быть Три возможных Проекции На ось Либо плюс Постоянная Планка Либо ноль Либо минус Постоянная Планка Но У фотона Нет состояния С нулевой Проекции Спина На направление Его движения Оно было бы Если бы Не было условия поперечности это состояние соответствовало бы направлению поляризации вдоль направления движения потона а у нас есть на требование что дивергенция е равно нулю на самом деле это очень связано с тем что масса покоя потона равно нулю и нет системы отсчета где потом может покоиться и и поэтому у него одна из проекций вектора поляризации должно было быть 3 отсутствует по этой причине потом у нас единственная такая уникальная ультралитивистская частица но может быть еще нейтрином там не до конца все ясно по этой причине у фото на говорят что у него не спин а спиральность это немножко не до спин у него нет третьей проекции которая должна быть у частицы с единичным спином но на самом деле на эффектах поляризации круговой и линейной можно строить другое вешение лапши на уши который называется квантовая телепортация это ужасно популярно сегодня правда должен сказать что это было известно еще 1925 годах другое дело что тогда трудно было создавать то что теперь называется спутанные фотоны что это будет это это еще инштейн понимал инштейну казалось что в этом есть противоречие с теорией относительности короче если вы кидаете два фотона при аннигиляции атома позитрония вы и кто-то они разлетаются в разные галактики и кто-то в одной галактике мерит x поляризацию одного фотона он точно знает что y поляризация что у того будет y поляризация но он не знает какая у него будет круговая поляризация плюс или минус а если он у себя мерит круговую поляризацию он точно знает что у того будет круговая противоположная поляризация но не знает x она будет или и вроде бы получается что от того какой прибор выбрал экспериментатор в одной галактике измеритель линейной или круговой поляризации от этого сразу же определяется поляризация другого фото на который улетел в другую галактику и кажется что таким образом мы можем мгновенно что-то передать это называется квантовая телепортация давным-давно всем стало понятно что никакого сообщения с этим способом вы не передать это выглядит немножко странно да выглядит немножко странно на самом деле тут ситуация не сильно более странная чем представьте себе у вас есть ядро пушечная классическая которая при взрыве разрывается на две части но непонятно как делятся эти часть после этого половины куски ядра после взрыва разлетаются в разные галактики пока к вам лить вы не знаете какая масса половина ядра который летит в соседнюю галактику но как только вы измерили массу своей половинки вы точно знаете массу которая вы передали какое-нибудь сообщение мгновенно туда и так и такие штуки можно сделать на любом законе сохранения хоть массы хоть момента импульса хоть энергии хоть еще чего-то но другое дело что все-таки в квантовой физике тут есть некоторые нюансы которые все немножечко делают чуточку более привлекательными но ничего сверх естественно в том что называют квантовой телепортации поверьте мне нет другое дело что это немножко необычно другое дело что технологии этого когда это можно стало делать на эксперименте появились не так давно ну и все но забавно конечно забавно но никакое яблоко в другую галактику вы так не телепортируете это просто когда телепорта ты получают на это грант и оправдываются перед журналистами на что они деньги тратят но понимаете если вы скажете журналисту что вы можете передавать квантово-механическое состояние системы журналист ничьи слова к квантово-механическое состояние журналисту они говорят кое-что яблоко то можно передать если вы скажете нет но журналист сразу напишет что они фигней там занимаются государственные деньги тратят а если яблоко можно передать в перспективе можно передать информацию о яблоке в некотором смысле но очень мне но тем не менее эта вещь достаточно популярна и забавная